Вот делаю браслеты Иринки из Сочи. Вот, мои хорошие, вот не поверите, четвертый раз. Никак, вот ну никак. Хотела сюда поставить плоские такие элементы, как в сатуариуме. Не проходят, видите, тут же вот по размеру-то. Вот, ну в общем, короче говоря, уже и так, и эдак, и эдак, и так. Но ничего, так я думаю, что в этот раз я доделаю. Утром 7 декабря, Пепония напала на американскую военную морскую базу Перл-Хаппел. В этот же день в США не видит непонимание. Ой, мои хорошие, нет у меня возможности тут работать, снимать нет возможности. Видите, слышите, как у нас телевизор орел, спрятаться некуда. Поэтому проблема, конечно, с этим. Но я все равно умудряюсь что-то делать. По-любому на бардере. Ну, в теме, у нее еще такой юмор, который, мне кажется, как... Он пришел, внук. Давай сидеть? Да нет. Дай-ка я в тебя подгляжу, что ты ешь. Взбух. А с теми, влево этих печаль. По-чихонечку темнеет. Видим какой-то мумец. Мы сейчас такие, ааа, это не Паш. Так, ребята, нормально, если это разогрет вновь. Все, как главу, хорошо. так черный час смотрите два молодых человека на разогреве продуктов больше чем она может донести она мне как-то звонит лиман подойти в магазину я не донесу я подхожу а там блядь и мы не донесем я на пакеты смотрю холодильник не проще не знаю еще есть какой-то прикол псих женский она может набрать продуктов не в магазине который около дома а где-то подальше чтобы вести она в таких случаях звонит подадим остановку встреть хорошо на в чем ты будешь одеть что я тебя узнала а ты моя мать ты в любом случае должна меня узнать что я скажу тип синепуркина сына твоего походит ну нет ну жить с матерью все можно без музыки уже блядь тошнит эта песня заебала так а вы снимаете все да конечно давайте вот так встану мать свою подставите сюда хотя бы без этих без фонариков ну вот я же вижу или вы уже с такой камерой сидите посмотрите своими глазами кто не понял маяк он кто вообще долбает так ну все закончилось мы кости 1 ломанулись нет не первые одежду же надо получать ну что я смеялась так что у меня слезы потекли света нет такие дубы мельницы и всякая красота ну конечно это для взрослых людей с юмором с таким не всегда торговый центр закрылся и лифт не работает у них тут своя лестница не правда я в конце так смеялась когда он рассказывал как его мама разговаривает с котом у меня аж слезы текли вот какие они люди эти стендаперы вообще юмористы они замечают такие вещи которые мы люди простые даже в голову не придет удовольствие это стоило на четверых десять тысяч рублей на роду она огромная кружка и очень много людей и конечно это 18 плюс потому что они же без мата не могут рассказывать ну очень интересные замечания у меня конечно каша сейчас в голове но завтра все будем вспоминать их интересные моменты запомнятся конечно я не знаю конечно не все любители стендапа в моем возрасте ни одной женщины моего возраста там не было и даже 50-летних не было в основном вот такие молодежь ну и за ну как Костя 40 с небольшим так вот ой нет спасибо ребят прямо мне очень понравилось пожалуйста мы знали что тебе понравится я только сидела и думала только бы не политику сейчас любят вставлять всякое а тут прям так душевненько аж прям все подпустила всякие другие переживания когда такой зал огромный ржут так что прям у нас константин александрович аж прям заходился в смехе здесь очень здесь и и и что и и Все, пересаживайся, маман, садись вперед, что ли. Все, вы пошли. Да, мы пойдем пока почистить. Молочко чище, Танюш, молочко. Два батона я купила сегодня. Белого не тащи. Пересаживайся, будешь? Да, я туда сейчас перелезу. Давай, тогда увидимся. Ага, давай. Машина по городу. Вчера в ресторан ходили, только оставили машину. Сколько елок-то. Магазины позакрывались, людей мало. Время уже пол одиннадцатого. Телебашня наша, как она переливается. Девочки, меня кто-то в комментариях спрашивали, а где такой магазин подсолнух в Мурманске? Это на заправках. Заправки-то разные. Вот есть вот, как на Ленинградку выезжаете, вот такой, вот такая вот заправка. Мы домой, а Костя Макарика сейчас отвезет. Ну, уже отвез, вернее, в магазин. Потому что я сегодня была в магазине, но я чё вспомнила, надо же записывать. Чё вспомнила, купила. Не, хороший, хороший поход был, хороший концерт прям. Ну, у нас ещё с Макаром театр драматический. Вот я вам покажу. Его года три ремонтировали. И потом филармония тоже после ремонта. Ну, её ремонтировали, наверное, несколько лет назад, но я имею в виду, что я в Мурманске восемь лет не живу и не была в филармонии эти восемь лет. Вот раньше, что ходила. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте! Вот такое утро сегодня. Там где-то посветлей, а так пасмурно. А, ну, тепло. Я не знаю, вчера было минус два, сегодня, наверное, так же. Время уже обед, 12 часов. Я сегодня не спала до пяти утра. То ли я вчера перевозбудилась на этом концерте, то ли просто поздно приехали, и я не уснула, ну, не успела уснуть до двенадцати, в общем, до пяти утра. Чего-то монтировала, чего-то. Ну, сначала лежала, да, по второму. Потом думаю, ну, чего лежать-то? Сна не в одном глазу надо. Чем-то заниматься. Шарахалась, шарахалась. Ой, смех и грех. Да. Посмотрела, я умудрилась половину снять на один телефон, половину на другой. Ой, господи. Все у меня не как у людей нормально. Ой. Не знаю, что сегодня делать будем. Встала в десять часов, пока позавтракала. Машинку стиральную загрузила, сушилку загрузила, посуду, мойку. Ночью не стала греметь посудой. В общем, обычная жизнь. Все как у всех. Да и ладно, да и пускай так. Сейчас такое время, что новостей всяких боишься. Созваниваемся. Все спокойно, все хорошо. Ну и ладно. И слава богу. Я все время раньше удивлялась, почему пожилые люди боятся звонков поздних. Вот. Сама дожила до такого момента. Ну, настроение нормальное, только так, такая, не выспавшаяся до конца. И вам желаю, чтоб чувствовали себя хорошо. Чтоб не переживали. Чтоб настроение было хорошее. Желание чем-то заниматься. Вот у меня проблема, конечно, в том, что шум постоянный. Дети. Горластые взрослые. Не могу путем ничего снять дома. Что делаю. Вот это проблема, конечно. Привыкла я в тишине работать. Сама по себе. Тут как-то плохо с этим получается. Надо либо выкраивать время, когда все уедут, а это будет только тогда, когда работать начнут. В общем, короче говоря, свои проблемы. Вот такая вот жизнь. В празднике. Саша все хорошо с Даней. Жора у них вдруг уехал в Грузию к родственникам. Вот он приедет, они полетят в Арабские Эмираты. В общем, все тихо, спокойно. Ой, ладно, посмотрим, что сегодня будет. Хочу вам показать, никак мы с этими праздниками не пересадим. Дуб-то. Дуб-то прям. Всем дубам дуб. Вот такой красавец. Прям прет к свету. Какие-то растения нормальны, какие-то и светом не помогают. Видите? Что творится? Не хватает свету, да. Вот летом будет полярный день. свету будет. А сейчас... Полярная ночь, ничего не поделаешь. Вон, а как... Вот вроде и свет горит круглосуточно. Север. Ядревонать. Вот что остается от праздников. Пакеты пустые. Папа большой. Папе спрятаться некуда большому. И очень быстро. Нет, нет уж. Мы должны выпить и кастру в доме. Завтра будет две недели, как я живу у них в доме. и только я узнала, что у них эта стена в прихожке с подогревом. Думаю, я все одеваю, думаю, что у меня куртка теплая. А у них какая-то стена тут с подогревом, чтобы одежда сухла. С ума сойти. Господи. Костя, конечно, продумывает все. Не в меня, сын, ни в меня. Сейчас Саша звонила. У них пасмурно. Шторм. Ой. А шторм значит ветрище сильное. на тепло. Или калинки сейчас съездить на могилку. Не знаю, соберемся, не соберемся. Темнеет моментально, что делать, если полярная ночь. Пока вот это встали, пока то все и темно. я что-то опять никак. Прямо вчера нормально себя чувствовала. Сегодня опять горло болит. Таня подруга смеется, говорит, чайник-то наш. Я говорю, Танюш, ну что такое? Вроде нормально нос дышит. Наклоняю голову, и у меня правда из чайника вода льется из носа. Ой. Ни с того, ни с сего. при чем? Ой. Курить же нельзя. Смотрите, какой газовый баллон из какого-то пластика. Ничего не понятно. Сейчас пластика сделана. А так, а где наши инструкции? Тут была бумажка лежала. Не знаю, я не трогала инструкцию. Как-то может на улицу вытащить там попробовать? Это самое. Чего-то робот-пылесос стал постукивать, и я его выключила. То ли чего-то там попало в него. А что я не работал? Вообще ничего не подключили, Саша. Домка, убрать. Так, я спряталась за колонну. Ты проверяешь? Да. Ну давай, считай, у нас тут сильно не надо, скорее всего. Так, лоу, оф, тут выключил. Так, ребенок отходит к бабушке. Я ему говорю, иди сюда, за колонну. Я сейчас не говорю. Так, ну что? Да не дай бог. запаха. Открываем газ. Я не хочу запахать. Запаха нету, да? Да у меня нюха нет. Нет, нету. Запаха нет, все герметично. Тут все нормально. Иди. Все скручено, закручено. Окей. Газ открыт. Дальше. Включай. Необходимо включить вот это. Вот мы сейчас ее... Мамка, отключи что-то. Откуда? Значит, камень. Не, не идет. Не, я его открыл. Hello? Ну, я снимаю. Сжимаем вот так. 60 секунд. А, то есть его и поджигать не надо, да, там зажигалкой. Его нажимаешь, написано, должно появиться контрольное пламя. Боюсь я. Вот, видишь, загорелась маленькое контрольное пламя. Потом мы берем и начинаем. Ох! Я так понимаю, что оно должно разогреться. Смотрите, какая красота. О, контент. Вот это контент. Я покакал, папа. Ну, вот, вот так. Ставишь ее на улицу, эту штуку. И сидишь себе. Разговариваешь. Что-нибудь отмечаешь. А оно греет. Пакистан делает вот такие газовые баллоны. Ну, что им можно сказать. Ну, вот так вот как-то это выглядит. Хорошо выглядит. Эту штуку еще, да. И можно прям, чтобы она доверка была. Ну, она, я думаю, что должна разогреться скорее всего. Ну, наверное. Ее можно сделать больше, и она разогреться. Стеклянная колба внутри. И вот это все, да, вот так вот. Здорово сказать. Что, греет? А, она вот отсюда фигачит. Вот она прям отсюда отражается. Видно, с этой дырки прям выйдет жар. Я так думаю, что она должна, как обычно, все подобное должно разгореться сперва. Почему она должна разгореться? И потом он раскочегаривается. И там туда лечит. Сгореть может. Если открыть туда банку, то лень будет там большое большое количество. Коллегам спасибо за подарок. Сажу. Фига, фига. Банку, краску. Ну, вот мы когда с Сашей были, в Красной Поляне, рядом с нами стояла такая штука, но ниже вот прям, намного ниже, чуть не в два раза. И прям шло тепло. Ну, я так думаю, что оно разогреваться должно, оно прилично должно разогреться. и как-то описывается, что некие там даже 9 метров, типа пару метров в сторону оно греет. Ну, оно разогреется, да, оно уже греет. Видно, что это какое-то время для этого надо. Ну, прикольные вещи сюда. Мы еще будем пробовать. Завтра. Завтра гости приедут. Будем готовить молодцы. Хорошо. Баранину. Баранину. На улице. Ой. С обогревателем. Ой, ой. Ну, пошло тепло, да. Да я тут чувствую. Да? Конечно. Не печет, но тепло идет. Оно видно отсюда еще, ну, воздушными потом. Ну, она уже, видишь, раздухарилась, уже сильнее стала. Ну, прикольно, да. Ну, вот будут гости, я вам покажу, как на улице это будет работать. Будет ли тепло от нее. Потому что мы-то были в Красной Поляне и в октябре в конце, ну, это ж в Сочи. Ну, хотя бы в горах, да, там прохладненько было. Ну, так ничего. Говорят, что помещение нельзя. Ну, так на черный день, что если будет холодно, нужно газом запастись. Да не дай бог. Не дай бог. Да. Ой, что там. Ну, выключай. Не дай бог, не дай бог. Бывает что-нибудь, обрывы, электричество, еще что-нибудь, это даже просто по-хозяйски. А в наше время, ну, все, оно прям нагревается. Ну. Все работает. Видно, нужно время. И видно, ну, разогрев это. Все равно это такое. Выключи. Не поведет, не потрескается. Все может быть. Ну, вот и посмотришь потом. Что за краска. Ну, как она на морозе себя поведет. Да, я думаю, что нормально. В стекло, я имею в виду, не треснет. А после этого, после мороза, ты имеешь в виду, что... Фиг его знает. Ну, ладно, посмотрим. Ты уже лампу поставил, что ли? Уже горит. Над входом в гараж. Что ли? Не пойму. Съездил в магазин, поменяли, поменяли ему лампу. Только купил, новая лампа перегорела. Вот там. Такая лампа, не то, что лампочка. Ладно, рыбки мои, давайте прощаться. До завтра. О, как светит. Другое дело. Вот эта лампа. Давайте, мои хорошие, не болейте. Я, наверное, завтра выложу, сняла два видео с украшениями. Мало ли, может, кто посмотрит, да купит. Так что вы уж, пожалуйста, посмотрите. Давайте, мои хорошие, берегите себя. Пусть все у вас хорошо будет. Что-то как-то я устала от этих праздников. Хочется какой-то движухи. Вот тут еще Рождество на носу. Опять праздник. Ладно. Так, если сегодня нет северного сияния, телефон разряжается. Нет, еще облака есть. Должна быть погода ясная. Давайте, мои хорошие, спокойные ночи. А вы вот так, если утром смотрите, а я вам говорю, спокойные ночи. В общем, короче говоря, доброго времени суток вам всем. Берегите себя. всем мирного неба над головой. Пока-пока, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова